Мы собираемся отлично провести время. Так вот, дело в том, что я всегда говорю вам, эй, возьмите свою ручку, возьмите свой блокнот и приготовьтесь делать кое-какие заметки. Итак, Анжелика, Анжелика, что я сейчас собираюсь сделать, так это попросить вас всех надеть темные очки. Вы знаете, когда вы смотрите на что-то яркое и красивое, вам нужно пойти дальше и надеть очки, чтобы иметь возможность видеть «смотри на это», потому что именно это ты увидишь сегодня. Я не собираюсь выпускать кота из мешка. Хорошо, но будьте готовы, будьте взволнованы. Спасибо вам всем за то, что вы здесь. Сегодня у нас отличный ведущий, потому что сегодня воскресенье, а это значит, что это мастер-класс. Мне доставляет огромное удовольствие приветствовать нашего ведущего на этой сцене, на этом форуме для вас. Он родом из Индии. Он основал компанию Dream Billings. Что мне в этом нравится, так это то, что он не только мечтает об этом, но и воплощает это в жизнь. У него есть план, и он собирается поделиться им с вами, поскольку он мастер этого плана. Он работает с единомышленниками. Он окружает себя заботой о себе. У него есть свой круг людей, которые мечтают о том же, о чем и он, как и все вы. Но что действительно удивительно в нашем ведущем, так это то, что он верит, что учиться значит зарабатывать. И способ оценить то, чему вы научились, это поделиться этим с другими, научить других, и именно это он и делает. Он мастерски справляется со своими обязанностями. Так что, пожалуйста, леди и джентльмены, пристегните ремни безопасности и приготовьте солнцезащитные очки. Хорошо. Доброе утро. Работа продолжается. Доброе утро, добрый вечер, добрый день, в зависимости от того, из какой части света вы родом. Это классическое начало или открытие любой презентации, по сути, международной презентации. Итак, вот мы и на очередном мастер-тренинге, который мы проводим исключительно по бумерангу, потому что именно это и происходит, не так ли? Мы в некотором смысле создали историю с бумерангом. Поздравляю всех, кто принимал участие в создании истории. Поздравляю всех, кто купил нашу лицензию и сможет получать прибыль с каждого клика. Поздравляю всех, кто стремился к финансовой свободе, и, наконец, у них в руках есть что-то, что может принести им деньги, прибыль с каждого клика. Вот мы и получили бумеранг. Наконец-то после шести месяцев напряженного ожидания мы смогли достичь невозможного. Запуск бумеранг в бумеранг наконец-то состоялся. Так что еще раз поздравляю всех. Итак, сегодня на мастер-тренинге, прежде чем мы начнем мастер-тренинг, позвольте мне просто быстро пробежаться по отказам от ответственности, чтобы мы были на одной странице, касающейся юридические аспекты презентации. Мы очень быстро пройдемся по этому вопросу, а после этого у нас будет нечто очень интересное для сегодняшнего мастер-класса. Так что добро пожаловать еще раз на мастер-класс, посвященный теме «Мы все Сатоши ТКК» и актуальной теме дня. Общий отказ от ответственности. Добро пожаловать на… Добро пожаловать на… Презентацию о второй модели партнерского маркетинга. Весь контент предназначен только для информационных целей, хотя мы стремимся к точности возможной ошибки. Предоставленная информация носит общий характер и не является персонализированным советом. Мы не несем ответственности за какие-либо убытки. Мы предоставляем информацию и системы, но не одобряем покупку членства. Решения принимаются только вами, поэтому мы рекомендуем провести тщательное исследование. Если вы не уверены, обратитесь за советом к квалифицированному специалисту. Любое несанкционированное вещание, прямая трансляция или публикация в социальных сетях всех презентаций Сатоши строго запрещены. Загрузка и повторная загрузка презентаций без разрешения нарушает закон об авторском праве и может привести к юридическим последствиям. Участники принимают эти условия, продолжая работу. Давайте рассмотрим партнерский маркетинг. Все в порядке. Итак, сегодняшний мастер-класс не посвящен практическим занятиям. Речь идет о демонстрации, демонстрации чего именно, чего мы достигли, чего мы достигли и что соответствует прекрасной старой партнерской модели Сатоши в виртуальной реальности. Итак, сегодня мы расскажем о путешествии Помора, о котором очень-очень важно знать всем, потому что наконец-то появился продукт, к которому мы стремились. Фор запущенный, конечно же, мы собираемся вывести его на рынок, мы собираемся продавать его, верно? А почему бы и нет? Потому что это продукт сам по себе очень-очень полезный, и у него есть потенциал не просто изменить, но и преобразовать жизни многих, очень многих людей по всему миру. Итак, позвольте мне начать с того, как появился бумеранг. С чего все началось? А теперь помните ли вы, что наш блокчейн был запущен в октябре 2023 года, и поскольку это был новый блокчейн. Очевидно, что Чавес искал проекты, которые могли бы попасть в нашу интеллектуальную цепочку BDC-20. И в результате он получил предложение об идее, которая может приносить деньги буквально из воздуха. И поскольку Чавесу было любопытно, он начал изучать эту идею. На самом деле ему понравилась эта идея, и он принял ее. Идея торговли в Абидрадж заключается в возможности получения прибыли за счет использования разницы цен на разных биржах. Но мы, как вы знаете, являемся частью блокчейн-сообщества и крипто-сообщества. По этой причине проект или продукт должны быть децентрализованы, не так ли? Так что это была одна из самых больших проблем, которая заключалась в получении прибыли от децентрализованных бирж. В некотором смысле нам остается только разработать децентрализованное приложение. Это было одной из самых больших проблем, потому что очень сложно получать прибыль на децентрализованных биржах. Но Чавес знал, что каким-то образом он сможет справиться, и он выбрал 40 тренеров из глобального сообщества VROL Satoushi. И эти отобранные вручную тренеры впервые увидели, как они зарабатывают деньги из ничего. Воздух, деньги делаются из воздуха. И благодаря этому путешествие бумеранга началось с Чавеса, соучредителя бумеранга и 40 тренеров. Мы все в некотором смысле впервые увидели, как эта идея была воплощена в продукт, и, наконец, мы были готовы к бета-тестированию. Итак, по предложениям этих 40 тренеров, было внесено множество изменений в пользовательский интерфейс EUX, и, наконец, бета-версия бумеранг была готова к бета-тестированию. Запустили, и мы увидели, каков потенциал продукта для бета-тестирования, не так ли? Все видели, как была получена прибыль. Кто-то претендовал на 1%, кто-то на 10%, кто-то на 100%, кто-то на 900%. Именно это мы и наблюдали во время бета-тестирования. Но идея была блестящая. Было ли это возможно? Конечно, с Чевесом и его командой это было возможно. И мы действительно добились этого. Но мы не ограничены пятью или десятью членами сообщества. У нас уже было сообщество из 80 человек. Мы хотели сделать продукт максимально масштабируемым для такого мощного сообщества. Теперь это снова стало сложной задачей. По этой причине нам пришлось настроить нашу базу данных таким образом, чтобы белые списки и все остальное не было проблемой. Нам также пришлось обновить наши серверы, потому что мы знали, что как только такой блестящий продукт появится на рынке, многие из вас узнают об этом. Люди присоединяются к системе, в которую они будут входить и получают доступ к этому удивительному блестящему продукту. Вот мы и сделали это. Но несмотря на это, извлечение прибыли от арбитражной торговли на децентрализованных биржах с таким масштабом сообщества снова оказалось серьезной проблемой. Помимо этого, мы отложили некоторые даты, но из-за этой проблемы мы не смогли выполнить эти сроки. И по этой причине, вы знаете, в сообществе возникло что-то вроде негатива. В некотором смысле люди были разочарованы продлением сроков. Но Чавес знал, что должно быть сделано в интересах общества. Продукт должен быть полностью масштабируемым. Таким образом, первоначальный подход, который мы использовали при бета-тестировании, способ получения арбитражной прибыли, который был невозможен, если мы вообще хотим масштабировать продукт, да, возможно, стоили, может быть, 200 или 500 человек, такой подход был невозможен. Так, через что же пришлось пройти Чавесу? Чавесу снова пришлось строить с нуля. Во-первых, никто никогда не разрабатывал продукт как таковой. Так что у нас никогда не было никаких резервных копий, никаких материалов, никаких данных, на которые можно было бы сослаться. Мы являемся создателями, поэтому для нас будет непростой задачей попробовать и протестировать все с нуля. Тем не менее, нам удалось запустить бета-версию продукта. Но опять же, такой подход был бы неосуществим, если бы мы решили масштабировать продукт. Так что это похоже на идею, которая пришла нам в голову, и мы ее концептуализируем. Вы знаете, мы видели, что если мы добавим A и B, то появится C, но практически это не могло произойти после бета-тестирования. Так что, хотя версии для бета-тестирования или модель продукта были очень успешными, но это было не так. Этого не было видно в МФП, когда мы будем запускать продукт в таком массовом масштабе, что 100 человек сразу же подключатся к этой платформе. Так вот, по этой причине ЧВСу снова пришлось начинать с нуля, и из-за этого возникли задержки. И вы знаете, только разработчик может знать, с какими трудностями он сталкивается, когда ему приходится разрабатывать продукт с нуля. Томас Алва Эдисон предпринял тысячу попыток, чтобы доставить нам электрическую лампочку. Можете ли вы представить себе 999 неудачных попыток? С теми же проблемами столкнулся и Шейвс. Помимо этого, были еще две проблемы с точки зрения технологий. Проблема уже существовала, но помимо этого были и другие проблемы со стороны сообщества. Но он все равно не сдавался. Он не сдался, вы знаете, он не мог потерять свою миссию или ведение. И, наконец, после многих испытаний и попыток, мы применили другой стратегический подход. И, наконец, продукт в качестве МВБ был представлен 21 июня в 5 часов 30 минут по индийскому времени, и мы смогли увидеть, как история в процессе становления. Наконец-то, эта версия МВБомеранг стала масштабируемой. До какой степени она масштабируема? Может быть 100 тысяч, 200 тысяч, может быть 500 тысяч, и это слова Чавеса. На данный момент мы являемся полностью масштабируемым продуктом. И вы должны помнить, что это платформа, которую мы создали. На самом деле, это не продукт, а платформа. Платформа означает, что люди из глобального сообщества, а также из всего блокчейн и крипто-сообщества будут использовать ее в качестве платформы. И в чем же заключается цель платформы? Она может сохраняться вечно. Не так ли? И есть еще много других положений, которые будут добавлены к этой платформе, и мы будем оптимизировать ее, мы будем делать ее все более и более эффективной. И еще одна вещь, которую вы должны запомнить, это протокол, основанный на искусственном интеллекте, и что делает искусственный интеллект. Что делает искусственный интеллект? Извините, он обладает способностью к самостоятельному обучению. Так что вы должны помнить, что по мере того, как эта платформа будет использоваться на практике, она будет совершенствоваться сама по себе. Количество транзакций, ну, вы понимаете, размер прибыли, все будет меняться снова и снова. Итак, что мы имеем на данный момент с бумеранг? Итак, бумеранг – это протокол арбитражной торговли. Практически он гарантирует, что любой человек, даже не имеющий каких-либо знаний о трейдинге и опыта в трейдинге, сможет совершать сделки на Пиора. Пользовательский интерфейс АИ был сделан настолько простым, что практически никому не нужно ничего делать, кроме пары щелчков мыши. И вы будете получать прибыль с каждого отдельного клика. Одна интересная особенность бумеранг заключается в том, что он никогда не сможет совершить убыточную сделку. Поэтому, когда бы вы не нажали на кнопку автоматической транзакции, вы всегда будете получать прибыль. А что еще добавляет красоты платформе? Мы будем совершенствовать эту платформу или будем использовать ее с помощью автоматического торгового робота с искусственным интеллектом. Это означает, что даже те несколько кликов, которые вам нужно сделать сейчас, не потребуются. Вы можете себе представить? Я приведу пример из реальной жизни. Мы все стремимся к пассивному доходу, не так ли? Попадались ли вам когда-нибудь киоски в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, где вам просто нужно опустить монету и пакетик чипсов выскакивает из автомата? А теперь скажите, кому принадлежит этот автомат? Он ведь кому-то принадлежит, не так ли? И они получают пассивную прибыль, просто устанавливая вон тот киоск в общественном месте. Так что с бумерангом, как я вижу, это будет похоже на машины для зарабатывания денег с автоматическим торговым и ботом, которые работают сами по себе. Вам не нужно ничего делать, вам даже не нужно следить за оплатой за бензин, и это будет просто знаете ли машина, которая была знаете ли только что установлена. И она будет продолжать приносить вам пассивный доход. На какой срок? Я не знаю, может быть на 6 месяцев, на год, на 5 лет, я не знаю. Это платформа и на рынке есть возможности для арбитражной торговли. А теперь скажите, как рынок может когда-нибудь закончиться или остановиться? Этого не может быть никогда. Итак, если рынок не остановится, как мы перестанем получать прибыль? Таким образом, это похоже на машину для зарабатывания денег, которую вы установите на свой смартфон. И она будет продолжать генерировать для вас деньги с помощью своего автоматического торгового и бота. Итак, бумеранг был доставлен и он был исключительно разработан, но проблема в том, что теперь мы перейдем к реальной проблеме, не так ли? Потому что, несмотря на запуск МФП, у нас все еще есть ограничения. Почему эти ограничения? Давайте перейдем к этому вопросу. Теперь я снова привожу пример из реальной жизни, когда мы пытались спроектировать автомобильный двигатель, верно? И на самом деле, в ходе бета-тестирования мы смогли спроектировать двигатель спортивного автомобиля, который был великолепен. Но этот спортивный автомобиль не был пригоден для использования на треке всеми желающими. Итак, по этой причине нам пришлось снова импровизировать с этим двигателем. И получилось так, что мы спроектировали реактивный двигатель по ошибке или, возможно, с намерением, честными намерениями, мы проектируем реактивный двигатель. Проблема с реактивными двигателями заключается в том, что они устанавливаются только на реактивных истребителях, верно? А есть ли у нас теперь возможности для реактивных истребителей? У нас не хватает летающих реактивных истребителей. У нас есть двигатель, но нам не хватает длины волны. Нам не хватает места для запуска этого двигателя. Вот что произошло, когда мы практически запустили наш бумеранг вечером 21 июня. В течение получаса почти 11 транзакций они прошли через блокчейн и тем самым создали ажиотаж на блокчейн и полыган. И из-за такого большого количества трафика, мгновенно попадающего на блокчейн, вы знаете, даже у Binance возникли проблемы. Чтобы обратить внимание на полыган. Что происходит на полигоне? Весь мир заметил, что наш смарт-контракт занимает первое место по расходам на газ на полигоне. Он был на самом верху. В течение часа мы выполнили почти 21 транзакцию. Так вот, Чавес и его команда уже ожидали этого. Теперь у них появилась идея, что возможно объем транзакций составит от 50 до 100 транзакций, даже не от 15 до 100. Я думаю, Чавес упоминал о 15-30 транзакциях в минуту. Но оказалось, что каждую минуту совершается более 330 транзакций. Так что это мгновенно вызвало ажиотаж в блокчейне полыган и привело к перегрузке блокчейна полыган. И все мы знаем, что по своей работе блокчейны подобны шоссе. Когда на шоссе есть движение, налоги на проезд увеличиваются, а когда трафика становится меньше, вам приходится платить меньше налогов на шоссе, соответственно, меньше и платы за проезд. Так вот, это произошло с блокчейном полыган, и люди, которых вы знаете, приземлялись или платили дополнительные сборы за бензин, которые составляли от 1 до 2 долларов. С прибылью примерно в 25 центов. Даже мне пришлось заплатить за бензин почти 1 доллар 5 центов. Это при нулевой прибыли в 40 долларов. Так вот, это была стоимость обучения, которую мы заплатили. Но Чавес во время прямого эфира много раз упоминал, что просил людей не торопиться. У нас происходит сбой в работе блокчейна. Можете ли вы представить, что такой старый блокчейн полностью функционирует, и мы забираем более 25% его ресурсов с помощью нашего смарт-контракта? Это блестяще! Вот что мы создали. Это история, это рекорд. И если вы участвовали в этом запуске, вы должны гордиться собой за то, что заметили нечто историческое. Такого никогда не бывает. Когда это произойдет? Блокчейн блокируется. Такого никогда не бывает. Так что все вы, если вы действительно участвовали в этом запуске, все мы являемся частью истории, которая только зарождается. И мы видим потенциал, мы увидели потенциал женщины и всего сообщества, чего мы можем достичь с помощью этой платформы. Теперь то, о чем я вам говорил, у нас есть реактивный двигатель. Даже сегодня, если Chavez снимет ограничения, вы знаете, мы снова собираемся использовать блокчейн, фактически любой блокчейн, примерно за полчаса, может быть всего за полчаса. Итак, у нас есть такой массовый продукт, такой мощный продукт, и мы все должны гордиться этим. В этом и заключается гениальность Chavez, которую он продемонстрировал. Поэтому убедитесь, что вы используете это как рычаг для увеличения продаж. Это нечто исключительное, доступное на сайте VR All Satoshis. Это доступно только для нашего сообщества. Поэтому убедитесь, что вы продаете, чтобы извлечь из этого выгоду. У нас есть исключительный продукт. И все это благодаря блестящему уму Chavez и его команды. Они действительно усердно работали, несмотря на все трудности, будь то с технической стороны или со стороны сообщества. Можем ли мы просто представить, какое огромное давление он испытал бы, если бы провалил сроки, может быть даже в несколько раз больше. Но тем не менее он пришел, он справился, не так ли? Так что чувствуйте себя польщенным, испытывайте, знаете ли, некоторую благодарность к Chavez за то, что он предоставил эту прекрасную возможность всем присутствующим здесь как сообществу. Итак, еще раз, возвращаемся в нужное русло. Итак, у нас есть реактивный двигатель, которому не хватает места. У нас есть продукт, который может в геометрической прогрессии нарушить работу всей экосистемы, блокчейна и криптотехнологий. У нас есть этот потенциальный продукт с собой. По этой причине Chavez должен предпринять некоторые шаги. Он даже получил уведомление от сотрудников полигона с вопросом, что вы делаете. Так что блокчейн адаптируется сам по себе, но все же нам нужно принять меры предосторожности и с нашей стороны. И проблема не в том, что мы наносим ущерб системе, а в том, что мы также столкнемся с проблемами в плане платы за газ. Независимо от того, какую кнопку вы нажмете для оптимизации платы за газ в ДЭП, вам все равно нужно оплачивать плату за газ с помощью блокчейна, верно? Таким образом, все сообщество в конечном итоге заплатило примерно 1717 долларов. Я думаю, что это так с точки зрения платы за газ для Polygon. По этой причине Chavez ввел ограниченные ограничения на использование ДЭП. Так что прямо сейчас каждый может совершить только один переход в течение 24 часов. Уже несколько часов. Теперь вы должны понять, что эти ограничения действуют к лучшему или в интересах сообщества в целом. И хотя мы так долго ждали возможности использовать этот продукт, нам все же приходится столкнуться с этим лицом к лицу. Факт остается фактом. Но что может измениться, так это наше мышление. Я процитирую то, что я недавно использовал на одном из своих тренингов по лидерству. Вы знаете, когда вы начнете менять свой взгляд на вещи, вы обнаружите, что то, на что вы смотрите, изменится. Я еще раз повторю, когда вы начнете меняться, когда вы начнете менять свой взгляд на вещи, изменится и то, на что вы смотрите. Итак, суть в том, что у нас есть продукт, который очень-очень полезен, и я продемонстрирую его прямо сейчас перед вами. Я продемонстрирую перед вами свои сделки. Вы увидите, что у нас есть очень-очень уникальный продукт. Итак, у нас есть продукт, который приносит огромную пользу и может в геометрической прогрессии нарушить всю экосистему блокчейна. Именно по этой причине Chavez принимает меры предосторожности. Он также, как вы знаете, совершенствует системы с точки зрения многих вещей. Так что до тех пор, пока мы не оптимизируем DAP и он не установит все необходимые настройки, это временные ограничения, с которыми столкнутся все. Хотите вы с этим смириться или нет, но это факт. Все в порядке. А что касается того, что делает Chavez, мы разговаривали с ним по телефону с руководством и он заверил, что его команда работает на переднем крае, чтобы добавить еще один блокчейн. И возможно через 10-12 дней мы сможем это сделать. Добавим еще один блокчейн, возможно для начала арбитром. Таким образом, вся нагрузка не будет приходиться на один блокчейн, а будет распределена между блокчейнами. И он заверил, что в течение двух месяцев у нас будет почти полностью функционирующие 4 блокчейна, добавленные в DAP. И таким образом, весь стресс, связанный с этим, вы знаете, сообщество будет распределено по блокчейнам и по мере того, как он будет постепенно прогрессировать. Ограничения также, знаете ли, начнут сниматься. И в конечном счете, когда может быть через 15 дней, 30 дней, 2 месяца, в конечном счете, все смогут торговать без ограничений. А тем временем он также разрабатывает и и бота. Таким образом, этот бот также будет функционировать. Так вот в чем дело, нам нужно принять это и просто изменить свой взгляд на вещи. Потому что то, что у нас есть, действительно приносит пользу. Возможно, нам придется немного подождать, но это действительно очень полезно. Ожидание того стоит. Кто из вас хотел бы поменяться со мной? У нас есть счет, который готов к торговле, и я хотел бы продемонстрировать этот счет всем вам. Так что давайте перейдем в приложение LIV и познакомимся с арбитражной торговлей, а также посмотрим, как зарабатываются деньги всего несколькими щелчками мыши. Так вы все взволнованы? Вам всем не терпится взглянуть на DAP? Наконец-то вы узнали, как получают прибыль. Позвольте мне просто рассказать вам об этом. Итак, дамы и господа, это бумеранг. Это DAP от бумеранг, который мы запустили несколько дней назад. И все, что вам нужно сделать, это подключить к DAP свой адрес из белого списка адрес кошелька. Вы подключаете его так же, как мы это делали во время бета-тестирования, и теперь этот DAP доступен для вас. Начнем с того, что пользовательский интерфейс очень-очень прост. В нем есть всего несколько кнопок. Это для оптимизации платы за газ и автоматических транзакций, это для обновления трех кнопок, и все. В меню есть DAP и история транзакций, и все. Итак, что вы будете делать, так это каждый раз, когда вы начнете торговать, все, что вам нужно будет сделать, это просто нажать кнопку «Оптимизировать плату за газ» всего один раз. Вам не обязательно использовать это при каждой отдельной сделке. Не так ли? Как только вы увидите изменение статуса, плата за газ будет оптимизирована, и вы будете готовы к торговле. Если вы хотите обновить информацию, вы можете обновить ее, и вы сможете увидеть свой потолок прибыли вот здесь. Все в порядке. И теперь вам не нужно изучать возможности рынка, вам не нужно, знаете ли, переключаться между вкладками. Все, что вам нужно сделать, это просто нажать кнопку автоматического перехода, и на вашем кошельке MetaMask появится уведомление о подтверждении оплаты за газ. И вот об этом вам нужно позаботиться. Это очень-очень важно. Это и есть образование. Именно для этого и нужна подготовка магистров. У нас есть дополнительная функция в кошельке MetaMask, где вы можете увидеть предполагаемую прибыль, которую вы собираетесь получить. Вы должны убедиться, что каждый раз, когда вы используете эту автоматическую транзакцию, вы должны убедиться, что предполагаемую прибыль вы можете сравнить в долларах. Она всегда должна быть больше, чем ваши расходы на бензин. Таким образом, вы можете видеть, что предполагаемая плата за газ составляет 0,02 доллара, а прибыль, которую вы собираетесь получить, составляет 0,09 доллара. Теперь все зависит от вас. Хотите вы участвовать в этой сделке или нет? Это зависит от вас. Когда 21 числа было запущено приложение DEP, люди были так взволнованы, что не заметили, что здесь взымается плата за газ, и в итоге им пришлось платить высокую плату за газ. Вот что я сделаю. Я откажусь от этого. Я откажусь от этого, потому что прибыль не так уж высока. Плата за газ составляет 0,02%, а прибыль 0,09%. Хотя прибыль есть прибыль, в этом нет никаких сомнений. Но все же давайте попробуем что-нибудь другое. Давайте освежим это в памяти. Хорошо, давайте еще раз нажмем кнопку автоматической транзакции. Итак, теперь прибыль составляет 0,34, оплата за газ 0,02. Я думаю, что получу эту прибыль. Она составляет 3 цента, не так ли? Позвольте мне подтвердить это. Значит 0,34, верно? Я имел в виду 0,34, извините. Итак, здесь вы можете видеть, что транзакция выполнена, и это означает успех. Мы изучим хэш-код транзакции, и как мы видим на этом блокчейне, О был нашим поставщиком мгновенных займов. Мы взяли взаймы 28,98 пунктов на сумму в долларах, верно? И если мы прокрутим вниз, то получим прибыль в размере 0,34. Сколько секунд потребовалось, может быть 30-30 секунд, чтобы получить прибыль в размере почти 0,34. Так что возможно почти за минуту. 0,6 доллара, верно? И может быть через час 0,6 доллара превратятся в 6, что составит почти 36 долларов с чем-то, верно? Так что это очень, очень интересно, и вы можете делать это столько раз, сколько сможете, и это всегда будет приносить прибыль. Так вот, это была всего лишь одна транзакция. Вы также можете заметить это в истории транзакций, хотя здесь прибыль не отражается должным образом. Не так ли? Но вы знаете, что когда мы исследуем это в блокчейне, в уведомлении MetaMask отображается именно то, что было указано. Итак, что мы сделаем дальше, так это сделаем скриншот активов в моем кошельке. Позвольте мне сделать скриншот. Итак, вот те активы, которые у меня есть. У нас будет скриншот этого. Итак, Мэтик представляет Эфириум и Ад. Хорошо. Итак, еще раз повторю, что мы сделаем. Вернемся к ДЭП. Это освежает, не так ли? И мы нажмем кнопку автоматической транзакции. Нам больше ничего не нужно делать. Это все равно, что сидеть здесь и выполнять эту автоматическую транзакцию. Позвольте мне освежить это в памяти. Уведомления о предполагаемой прибыли MetaMask в долларах США. 0,46 и газовая фаза 0,02 подтверждают, что в предыдущей транзакции газовая фаза также составляла всего 0,01. Вы можете увидеть это здесь. Теперь ДЭП выполняет сделку успешно. Давайте посмотрим на транзакцию. Первая часть всех сборов за газ составляет 0,01, прибыль 0,46. Все в порядке. Теперь мы уже сделали скриншот, который показывает, что курс доллара США, который у нас был, составлял 10,941. Извините. 10,941 плюс сколько прибыли мы получили. 0,46176. 0,46176. Таким образом, ад в моем кошельке в настоящее время должен составлять почти 10,55. Давайте проверим. Токены. Итак, вы видите это? Вы видите это? 10,55586, 10,55586. Таким образом, прибыль поступает непосредственно на ваши кошельки. А теперь скажите мне, когда остановиться. Я буду продолжать в том же духе. Извините, мне нужно освежиться. Уведомление о предполагаемых изменениях в размере 0,47 платы за газ и 0,02, давайте подтвердим это. Автоматические транзакции работают на сервере успешно. Первая часть всех сборов за газ составляет 0,01, прибыль 0,47. Итак, у нас получилось 10,555. Извините, 10,55587, что-то вроде этого, плюс 0,471,256, 0,471,256, так что в моем кошельке должно быть 11,27. Токенов 11,271,100, не так ли? Да. 11,2712,712, 100,000. Почти то же самое. А теперь, пожалуйста, попросите меня остановиться. Я буду продолжать это делать. Снова автоматическая транзакция. Извините, мне нужно освежить информацию. Я думаю, что да. Хорошо, в кошельке MetaMask появилось всплывающее окно. Прибыль составила 0,25, предполагаемая плата за газ 0,02. Я все равно возьму это. Автоматическая транзакция и успех. Еще раз закройте это, обновите. Автоматическая транзакция. Давайте обновим еще раз. Снова прибыль в Rep.Ethereum составляет 0,27. Оплата за газ 0,02. Это Rep.Ethereum. Желаю успеха. Сколько у нас было грэватом? 0,3400. 0,3400. И сколько дождей мы получили? 0,762. Все в порядке. Плюс таким образом должно получиться 0,4162. Давайте проверим. Значит, 0,41, верно? Если хотите, обратите внимание, сколько это в точности. Значит, это 0,41, 0,86, да, что-то очень похожее. Все в порядке. Так что, ребята, мы можем продолжать в том же духе. Тому, что вы знаете, нет предела, этому нет конца. И по этой причине, когда мы обладаем большими полномочиями, на вас также ложится большая ответственность. Таким образом, мы не можем запустить этот продукт и, как вы понимаете, разрушить весь блокчейн и экосистему. Мы не можем этого сделать. Это похоже на нарушение баланса. И мы знаем, что происходит, когда мы нарушаем баланс. По этой причине нам нужно использовать этот продукт разумно и эффективно, чтобы получать прибыль, а также управлять экосистемой. Верно? И Чавес в конечном итоге реализует эти меры. И он будет, вы знаете, команда прямо сейчас работает над бэкэндом первого из все, что касается проблем с внесением в белый список. Все учетные записи, которые еще не внесены в белый список. Таким образом, они вносят все данные в белые списки, а также наблюдают за этими транзакциями. Есть много людей, которые еще не совершили ни одной сделки. Я попрошу их хотя бы раз попробовать это, прочувствовать на себе. Это то, чего мы все достигли после очень-очень долгого времени и после очень долгого ожидания. Еще один юридический аспект, который я хотел бы, чтобы вы все знали, заключается в том, что смарт-контракт прямо сейчас проходит аудит и не является открытым исходным кодом. Причина аудита заключается в том, что этот смарт-контракт будет предоставляться не только нашим аффилированным маркетологам, но и традиционным финансовым учреждениям. По этой причине аудит очень важен и у нас уже есть проверенный смарт-контракт. Но этот смарт-контракт не будет с открытым исходным кодом. Так что все подражатели, которые появились, как только мы запустили бета-тестирование и скопировали наш смарт-контракт, не смогут предоставить свою платформу, свой продукт. И Chavis может оспорить это у вас. Даже если они это сделают, у Chavis есть возможность оспорить их в судебном порядке. Мы являемся проверенным смарт-контрактом, поэтому никто не может нас скопировать. Так что чувствуйте гордость за то, что было доставлено вам и находится в ваших руках, вы знаете прекрасную систему вознаграждения. Хотя, возможно, вам и не кажется, что на данный момент это может быть невыгодно. 0,4 цента – это, знаете ли, 0,4 доллара примерно за 24 часа, и практически это очень демотивирует. Но это всего лишь временные ограничения, которые в конечном итоге будут сняты, и каждый получит в свои руки этот бумеранг. И каждый сможет получать прибыль от каждого клика, как это делаем мы. И вот этот аккаунт, который я продемонстрировал, является моим аккаунтом высшего руководства, которым мои высшие руководители будут делиться на протяжении всей демонстрации, так как максимальный размер прибыли составляет 16%. Так что, пожалуйста, наберитесь терпения. Несмотря на то, что вы, знаете ли, занимались этим вопросом уже около полугода, нам все еще немного не хватает практического опыта работы с этим продуктом. Итак, вы знаете, что нет другого продукта, который был бы таким же эксклюзивным, как этот, так что испытывайте гордость. Чувствуйте себя привилегированным и просто приобретайте его на открытом рынке. Давайте выведем это на открытый рынок и принесем пользу как можно большему числу людей. Итак, проблемы с внесением в белый список решаются. Команда с завтрашнего дня будет следить за смарт-контрактом и блокчейном, и в конечном итоге они перейдут к аналитическим деталям, и они будут снимать ограничения постепенно. Не в конечном итоге, в конечном итоге они это сделают, но не мгновенно, а постепенно. Мы отменим все ограничения, и каждый сможет получить в свои руки этот удивительный инструмент, который нам нужен для получения прибыли. Первый блокчейн может быть запущен, второй блокчейн может быть внедрен примерно через 10-12 дней, как заверил Чавес. И есть еще три блокчейна, которые будут добавлены к этому DAP. И в некотором смысле эта платформа, это приложение DAP будет масштабироваться не только до 80, может быть до 100, может быть до 200, мы можем пойти дальше. Вы можете масштабировать его настолько, насколько это возможно. Так что приветствую вас всех, и еще раз поздравляю всех, кто является частью истории в процессе становления. Кроме того, в смарт-цепочке BTC 20 ведутся некоторые внутренние работы, даже несмотря на то, что мы делаем большие успехи с BTC. Так что не забывайте об этом, потому что это наша основа, не так ли? Вот и все, что мы узнали на мастер-тренинге, и я приглашу благодать вернуться, и давайте продолжим в том же духе. Благодать переходит к вам, и я от всей души благодарю вас и желаю вам всего наилучшего. Это потрясающе, просто потрясающе. Как тщательно вы все продумали. Очень-очень тщательно с самого начала и до того момента, когда мы здесь оказались. У вас настоящий дар. Большое вам спасибо. Это была потрясающая тренировка. Это было потрясающе. Спасибо вам, Грейс. Спасибо вам всем. Так что сейчас мы ответим на несколько вопросов. Так что просто небольшое правило ведения домашнего хозяйства в отношении вопросов. Пожалуйста, убедитесь, что у вас включено видео. Поднята рука, и вы готовы включить звук и задать свой вопрос. И, конечно же, вопросов много, поэтому мы ограничимся одним вопросом для поднятой руки. Хорошо? Все в порядке. Большое вам спасибо. Мы собираемся начать с Йена. Йен, добро пожаловать. И, пожалуйста, продолжайте. Включите звук и задайте свой вопрос. Приветствую вас, Грейс. И выбросьте это из головы. Выбросьте это из головы. Во-первых, вы проделали исключительную работу, рассказав о пройденном пути и о том, с какими трудностями пришлось столкнуться. И я просто хочу сказать, что мы все очень ценим вас и ваше время, которое вы тратите на поддержку этого сообщества. У меня возникает вопрос. Примерно за два месяца до того, как мы сможем торговать, в группах Telegram будет много разговоров, и это будет одна сделка в день в течение двух месяцев. Что, по-моему, является неверным толкованием. И вы затронули эту тему. Так что мне понравилось, что вы упомянули, что это будет постепенное внедрение. Не могли бы вы просто немного подробнее рассказать об этом? Вы знаете, я знаю, что вы немного затронули эту тему. Я не уверен, что вы могли бы рассказать немного подробнее. Спасибо вам. Я все понял, Йен. Прежде всего, Грейс, мы просто ответим на пару вопросов. И это все, что нужно для подготовки к мастер-классу. Уже поздно. А что касается вопроса, то, конечно, это очень-очень важный вопрос. Потому что именно он создает негатив и пищу для размышлений в обществе. Поэтому, пожалуйста, внимательно выслушайте, что ограничения носят временный характер. Прежде всего, они не являются постоянными. И начиная с завтрашнего дня, Чавес и его команда будут следить за транзакциями, участием сообщества, а также за работой блокчейна. И они в некотором смысле придумают эффективный способ, который позволит ограничения, как их можно уменьшить или как от них можно отказаться. Или какие рычаги воздействия мы можем предоставить, ограничивая ограничения. Так что все, что вы знаете, должно быть сделано надлежащим образом. Мы не можем просто атаковать блокчейн, и мы просто не можем, как вы знаете, ограничивать себя в получении прибыли. Продукт был разработан для того, чтобы приносить прибыль членам сообщества. В конце концов, именно для этого мы все здесь и собрались, чтобы правильно зарабатывать деньги, и продукт сможет. Мы сможем зарабатывать и деньги с помощью этого продукта, но нам придется немного подождать. Итак, ограничения снова введены, я упоминаю об этом, они временные. Команда Чавеса и Генри, начиная с завтрашнего дня, будут следить за транзакциями, блокчейном и всем остальным, и они разработают стратегию, как это сделать. Как мы можем внедрить новые блокчейны и как это может быть реализовано. Ограничения могут быть сняты как можно скорее. И нет, это не тот случай, когда нам придется ждать два месяца. Это произойдет постепенно, не мгновенно, но постепенно и в конце концов. Все в порядке, Грейс. Все в порядке. Давайте продолжим и ответим на вопрос Джин. Джин, пожалуйста, включите звук и задайте свой вопрос. Здравствуйте, здравствуйте, как у вас дела? Хорошо. У меня есть вопрос. Я один из тех, кто еще не заключил сделку. Теперь я не уверен, возможно сообщение об ошибке, которое я получаю, связано с ограничением или я не уверен. Ошибка, которую я получаю, говорит о внутренней ошибке джанр ПК. Я не знаю, так ли это. Может быть вы знаете, что может означать эта ошибка, или может быть мне следует сделать это на компьютере, а не на телефоне. Вы знаете, я Джин, так что мы только что запустили DAP и мы, знаете ли, не скрывали многих случаев такого рода ошибок. На самом деле мы практически этого не делали, вы могли пользоваться этим приложением. Давайте дадим нам немного времени и мы исправим эту ошибку. Может быть, может быть завтра в прайм-тайм. Мы просто вкратце объясним, в чем заключается эта ошибка. Позвольте мне вернуться к ЧВСу и продолжить обсуждение этого вопроса. Хорошо. Мэтью, продолжайте и включите звук. Пожалуйста, повторите еще раз. Если вам задали вопрос, пожалуйста, поднимите руки. Привет. Здравствуйте. Спасибо вам за замечательную тренировку. Есть одна вещь, которой я научился. Я уже совершил две сделки, но каждый раз, когда я это делаю, я вижу вас, вы выполняли обновление и это сработало. Но я пытался обновить и оптимизировал подачу газа, оптимизировал подачу газа, но это все равно выдает мне тоже сообщение о перегрузке. Так это из-за ограничений. Прямо сейчас ограничения таковы, что вы можете совершить только одну сделку за 24 часа, то есть за несколько часов. Хорошо, вам нужно включить видео, ну пожалуйста, возьмем мне Леша. Я продолжу и включу звук, и мы не будем отвечать ни на какие вопросы, так как Джо Маккензи будет последним, кто ответит. Грейс, у нас очень много вопросов, и большинство из них будут повторяться. Так что мы просто ответим на еще один вопрос после того, как насладимся им. Хорошо. Потому что практически никто еще не пользовался ДЭП, так что вопросы будут, знаете ли, в некотором смысле очень простыми. Не лишь, можем ли мы получить их от вас, и после этого мы сможем завершить сессию. Да, так что мой вопрос заключается в том, что прибыль слишком мала, поскольку вы также видели свои сделки. Если мы возьмем тот же вопрос, который я задавал несколько дней назад, а именно, что если мы возьмем 40 центов или 50 центов, то это займет 3000 дней. Завершите наш лимит в 1500 дней, правильно? Вы можете еще раз подсчитать, если вы получаете около 30 центов, возможно, за 30 секунд или, может быть, за минуту. Вы все равно сможете заработать приличную сумму денег в течение месяца, даже при номинальном ограничении часов торговли. А с внедрением E-бота, вся эта задача станет очень понятной и простой. Так что я, конечно, не думаю, что у нас будет тот прогноз, который был во время бета-тестирования, конечно, такой прибыли мы, очевидно, получить не сможем. Но это была другая стратегия, и практически это не отвечало наилучшим интересам сообщества. Стратегия – это то, что у нас есть на данный момент, она принесет пользу любому человеку в масштабе примерно 500 человек, а также мы сможем обеспечить прибыль для всех. Таким образом, стратегия и подходы были разными как в бета-тестировании, так и в МФП после МФП. Так что это в интересах сообщества, в интересах всех пользователей платформы. Так что, хотя прибыль меньше или очень незначительно, но стабильная прибыль – вот что важно. И мы будем получать именно это. Вы только что видели, как я совершал от 4 до 5 сделок подряд. Так что, может быть, через пару минут я заработаю доллар. Так что, можете ли вы представить, как я сижу и торгую полный рабочий день, совершая сделки примерно от 8 до 8, от 8 до 10 часов – вот сколько мы можем заработать за день. Если люди зарабатывают около 50 долларов в день, то есть 15 сотен за 30 дней – это все равно хорошая прибыль. И самое приятное, что вам нужно внести свой первоначальный взнос только в первый раз. После этого все будет зависеть от прибыли. И эта система может удерживать эту платформу очень долго – может быть 5, может быть 6 месяцев, может быть год 5 лет. Мы этого не знаем, но пока это будет продолжаться, все, что вам нужно сделать – это вложить первоначальное финансирование, взять его из один цикл. И после этого все становится вашей прибылью. А как насчет стабильного дохода, по крайней мере на долгие месяцы вперед, который позволит вам позаботиться о многих вещах в ваших личных финансах? Стабильный доход – это очень важно, не так ли? Я надеюсь, вы со мной согласитесь. Это похвала. Спасибо вам. Еще раз повторю. О да, определенно. Определенно. Вы просто получаете прибыль, просто получаете прибыль. Я не совсем уверен, каким бизнесом вы можете заниматься, получая прибыль в один клик. Так что давайте просто послушаем Джо Маккензи, и это будет в последний раз. Джо, пожалуйста, включите звук и продолжайте задавать свой вопрос. Да. Единственное, что у меня есть – это фантастическая презентация. Где будет проходить наша запись этого выступления? Я действительно был бы вам признателен. Таким образом, я смогу донести эту информацию до людей, которые ждут, и получить очень хорошее объяснение, потому что это было очень хорошо. Это будет последнее объяснение. Джо, пожалуйста, включите звук и продолжайте отвечать на свой вопрос. Я просто делюсь ссылкой в окне чата на прямую трансляцию этой записи. Большое вам спасибо. Все в порядке. Большое вам всем спасибо за то, что пришли снова. Какая фантастическая тренировка. Благодаря информации, которую вы можете услышать от всех остальных, они высоко оценили то, как вы прошли через все это. Поэтому мы с нетерпением ждем новых мастер-классов по мере того, как у нас появится такая возможность. Опять же, как и все остальное, обучение – это постепенный процесс, не так ли? Вы учитесь постепенно. И машина тоже будет учиться постепенно. Поэтому мы продолжаем проявлять терпение и благодарность. Большое вам всем спасибо. Бог грядет. Да, прежде чем мы уйдем, я просто хотел бы дать всем бесплатные чаевые. Бесплатные чаевые? Да. Подождите, нет, скажите мне. Тогда я смогу. Подождите. Похоже, что подражатели не смогут запустить свою платформу, так что их сообщество, которое уже знает и ждет прибыльную торговую платформу, открыто для привлечения новых сотрудников. Они все ждут, но вы понимаете кого-то, кто их подберет. Идите и забирайте своих потенциальных клиентов как можно быстрее. Вот и все. Спасибо вам. Потому что компенсация. Есть компенсация за то, что вы идете вперед и делаете это, не так ли? Да. Мы идем вместе. Все в порядке, это фантастика. Вы получили чаевые, вы прошли обучение, вы получили чаевые. И я уверен, что вы сделали какие-то заметки и написали больше вопросов. Так что в следующий раз у вас будет возможность задать эти вопросы. Большое вам всем спасибо за то, что уделили нам сегодня время. Спасибо вам всем. Увидимся на следующей неделе. Спасибо вам.